Сегодня мы с вами поговорим еще об одной теме, связанной со смутой — это самозванство и самозванцы. Вообще, самозванство — это такое уникальное явление, феномен нашей отечественной истории. Нельзя, конечно, сказать, что самозванцев не было европейскими или, например, даже во всемирной истории. И в древней мы Лженеронов видим, и в средневековой истории западной тоже появлялись самозванцы, но нигде такого обилия самозванцев не было, как в нашей истории. Особенно их было много именно во времена смуты. Ну, наверное, отчасти это понятно, почему так много самозванцев появляется именно в смуту. Потому что слом прежней такой структуры, устройства общества, нравственных каких-то очень важных явлений — это все связано с гражданской войной, и это все как обратная сторона порождает вот такое совершенно уникальное явление, как самозванство, и появляются вот эти многочисленные самозванцы. Ну, самый известный самозванец — это, конечно, Дмитрий, да, Дмитрий, лже-Дмитрий. То есть те самозванцы, которые выдавали себя за чудным образом спасшегося сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Вообще, историки, при этом, конечно, цифру, которую я назову, нельзя считать вообще конечной цифрой, насчитывают до 16 только самозванцев, которые носили ими Дмитрия. Вот, но дело в том, что появляются не просто исторически как бы оправданные самозванцы, то есть, ну, все-таки, царевич Дмитрий был, реально существовал, который, так сказать, как вы знаете, в результате трагических событий в Угличе, скорее всего, закололся, так сказать, в припадке иполепсического такого болезни. А сейчас даже считают, что это не столько ножичком он, так сказать, ударил себя в горло. Дело в том, что этот припадок сопровождается еще спазмами очень сильными, и в результате, в общем-то, человек просто задыхается. Видимо, поскольку Дмитрия не лечили, ибо эта, так сказать, болезнь была в те времена неизлечима, он был в этот момент очень сильный, и, в общем-то, он задохнулся даже, а не столько вот ножичком, когда дети играли вот в тычку, так сказать, эту игру, и вот во дворе Углического дворца происходит это трагическое событие. Вот, ну, появляются вообще самозванцы, которых просто, ну, реально не было. Вот, например, один из царевич Петр, который выступал вместе с Иваном Исаевичем Болотниковым, он себя выдавал за сына немало-немного Федора, последнего Рюриковича, но у Федора, как вы знаете, не было детей мужского пола, у него родилась дочка, которая недолго жила, и ему в младенческом возрасте умирает. Вот, ну, это не случайно, потому что для этого странного, на первый взгляд, явления самозванства важно было не правда, а правдоподобие. Вот такое было, да, возможно, мог быть царевич Петр, Феогноз какой-нибудь и прочее-прочее, разного рода царевич, которые придумывали и брали совершенно невероятные иногда имена, вплоть до церковных имен. Вот, именно вот правдоподобие с точки зрения народного восприятия государя, образа государя, типа государя. Ну, в связи с этим, конечно, возникает вопрос, а как могли появляться самозванцы, и почему в таком обилии они появляются именно в нашей отечественной истории. Видимо, объяснение связано с тем, какой характер носило вот мировоззрение, мироощущение русских людей, монархическое, естественно, мироощущение. Оно носило очень сильный такой сакральный характер, который, ну, превосходил, видимо, даже вот такие монархические, так сказать, представления людей западноевропейской, как бы, культуры. Вот это восприятие царя, чуть ли не библейского, ветхозаветного царя, царь, который является воплощением государственности, главным хранителем православной и охранителем православной веры, царя, который ответствует за судьбы не только православного государства, но и всех православных перед Богом, вот этого Бога данного государя. Вот эта вся ткань настолько была пронизана, что, конечно, фигура царя становится такой центральной, структурообразующей фигурой в сознании людей. И в связи с этим, конечно, не случайно мы говорим о том, что одна из главных, если не самая главная причина смуты, помимо социального напряжения, там, связанного с отменом Юрьева дня, введением так называемого режима заповедных лет и прочее, 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 последствием Ливонской войны, но еще очень важная причина, конечно, это пресечение вот этой самой Бога данной династии Рюриковичей. Она воспроизводится как некая трагедия. Это не столько повод к смуте, сколько одна из самых важных причин смуты. Вообще, если посмотреть структуру монархического сознания русских людей 16-17 века, то условно, несколько примитивно, но все-таки это явно присутствует в сознании людей, мы можем выделять три элемента в этом монархическом сознании, которые порождают вот это самозванство в конечном счете. Первый, наиболее важный элемент монархического сознания, что государь — это богоданный государь. И таким образом, так сказать, подчинение или неподчинение государю является вообще не просто там преступлением государственным, а еще преступлением перед Богом. Сакральность вот эта опять пронизывает здесь государю, перед богоданным государем, так сказать, необходимо без всякого, так сказать, задней мысли подчиняться, слушаться его, ибо он носитель вот этой истинной правды. Вот, поэтому не случайно, когда будут избирать, например, первого Романова, тема богоданности, предначертанности изначально, с момента рождения в чреве матери, она все время присутствует в том самом постановлении Земского собора о избрании на освободившийся престол Рюриковича Михаила Федоровича Романова. Второй очень важный элемент, помимо вот этой богоданности, богоизбранности, это династическая преемственность. Для человека средневековья, конечно, династическая преемственность чрезвычайно важная. Вот эта бесспорная принадлежность той или иной династии, это и есть, так сказать, доказательство богоданности, богоизбранности. Очень важен природный государь. Не случайно самозванцы-то постоянно рядятся в одежде потомков того или иного государя. Иван Грозный, его сын Дмитрий, а личину Дмитрия берет Гришка Трепев и пытается использовать. И третий элемент очень важный в монархическом сознании. Если он богоданный государь, то это государь, несомненно, праведный государь, несомненно, носитель справедливости. И даже если гроза со стороны государя какая-то происходит, это наказание изменников, преступников, отступников. В этом плане, так сказать, от государя исходит только хорошее, только лучшее. И если вы посмотрите, вот соединение этих трех элементов богоданности, гинастической преемственности или природности государя и государь как носитель правды и справедливости, они все время, так сказать, присутствуют и вот механизмы самозванства и начинают действовать в рамках вот этой возникшей структуры, образующей то, что мы называем монархическим сознанием. И еще раз хочу подчеркнуть, вот если раньше в рамках советской историографии о монархическом сознании, как говорили о таком детском мировоззрении, наимном монархизме русских людей, да нет, никакого наимного монархизма не было. Это вот именно нормальное монархическое сознание, которое в обыденной жизни, в повседневности присутствует и в сознании правящих класса, и в самых низах. Именно так воспринимается царская власть, которой надо покоряться и, безусловно, слушаться. И если вы посмотрите, как работает механизм самозванства, самозванец начинает торпедировать своего соперника, то есть правящего государя, тем, что чаще всего он неприродный государь, то есть он не принадлежит к династии. А если он не принадлежит к династии, то, соответственно, он, по сути дела, самозванец и неблагоданный государь. Вы посмотрите, как действует первый наш самозванец, самый удачливый самозванец, Григорий Атрепьев, знаменитый уже Дмитрий. Вот здесь мы несколько слов посвятим его биографии и на примере его биографии посмотрим, как действуют механизмы самозванства. Ну вот здесь самое, пожалуй, известное изображение Григория Атрепьева, Дмитрия Самозванца, первого уже Дмитрия. Это два парных круглых портрета, которые в Сандомире находились. Я прорисовку вам показываю и более известное, так сказать, в красках его изображение. Они вот в Сандомирском замке висели и висели не случайно, потому что вы знаете, что супругой семидневной царицей стала Марина Мнишек. И поскольку Ежи Мнишек, Юрий Мнишек, ее отец, так сказать, владел в это время Сандомирий, воеводы Сандомирский, вот здесь появились вот эти два парных портрета. Причем очень любопытное, небольшое отступление давайте сделаем, любопытная надпись. Там, смотрите, Дмитрий Император, дальше указано, что он вообще муж Марины Мнишек, а дальше идет, так сказать, его титул, соответствующим образом, так сказать, польская трактовка вот этого самозванца. Так вот, Дмитрий Самозванец, посмотрите его жизненный путь, который наиболее ярко иллюстрирует вот эти самые механизмы самозванца. Гришко Отрепев, судя по всему, именно он, большинство историков так считают, скрылся под личины Дмитрия Ивановича, происходил из галлических детей боярских, то есть он провинциальный дворянин, отец которого погибает там в такой трактирной драке в состоянии алкогольного опьянения. Вот, появляется в Москве, причем, судя по всему, он был достаточно близок Романовым. И вообще считается, что его появление было не случайным, потому что после избрания Бориса Годунова на престол элита в лице Романовых, Шуйских, все-таки никак не могла примириться, что на престол зашел человек незнатный, даже не совсем в знатности-незнатности здесь дело, а важно даже то, что поскольку мы находимся на стадии начала смуты, то освобождение престола создает такой искус для представителей знати, а почему не они оказались на престоле, почему на престол оказался и взошел Борис Годунов. И вот этот искус все время присутствует. И несмотря на то, что Бориса избирают, причем, как вы знаете, в 1998-1598 году это избрание было достаточно сложным, трудоемким, там приходилось, так сказать, Борису Годунову прикладывать огромные усилия, опираться на патриарха Иова, который мобилизовал, что называется, народное мнение в свою пользу, в пользу Бориса Годунова, вот эти хождения, трехкратное хождение в Новодевичьем монастыре и прочее, прочее, прочее. И вроде как Романовы проиграли, но проиграв, они, так сказать, не смирились с проигрышем и стали искать вариант все-таки низложения Бориса Годунова. И, видимо, в Москве возникает вот эта самая идея использовать слухи о том, что Дмитрий Иванович не был убит в Угличе, что он чудесным образом спасся. И начали вот кипятить вот этот заговор против Бориса Годунова. И считается, что так или иначе, один из кандидатов на роль Бориса Годунова мог быть и Дмитрий Галичский, вот этот сын Боярский, выдававший себя за Дмитрия. Борис, как вы знаете, видимо, об этом заговоре получил какие-то сведения и решил нанести такой упреждающий удар. Можно понять вообще Бориса Годунова в этот момент, он уже плохо себя чувствовал. Все время появлялись слухи о том, что Борис уже чуть ли не умирает и при смерти. Там был, например, эпизод, когда Борис, чтобы развеять эти слухи, приказал себя нести в Успенский собор, и его несли на носилках. Но показать, что он живой, хотя, видите, не мог сам добраться, так плохо себя чувствовал в последние годы своей жизни. Нисколько царствовал, сколько болезни его, как писали летописцы. Вот, и Борису нужно было, видимо, такой, знаете, урок преподнести. И в плане жертвы он избирает Романовых, ибо Романовый Федор Никитич, будущий патриарх Филарет Никитич, он был реальным таким соперником в 98-м году, а затем, видимо, так или иначе, был причастен вот к этим заговорам, которое знать против Бориса Годунова решило задумать. Вспомните известную фразу Ключевского о том, что вообще-то бунта и выступление Лжедмитрия вообще, так сказать, организовали поляки, но вообще замесили тесто-то в Москве. Вот, и Романовы в начале XVII века были, по сути дела, разгромлены. Сам Филарет Федор Никитич был насильственно пострижен в монастырь и стал иноком Филаретом. Вот, его супруга, мать Михаила Федоровича, тоже была, значит, пострижена и отправилась в монастырь. Братья Федора, младшие братья, были разосланы, и в результате из рода Романовых достаточно многочисленных в живых остался Филарет и его самый младший брат, значит, Иван Романов. Остальные просто трое погибли. Вот, а пятилетний Михаил Федорович Романов тоже был отправлен ссылку со своей теткой, вот, присмотром тетки. Так что это потом, кстати, сыграло свою роль, потому что как бы Романовы получились пострадавшие. Среди пострадавших был Михаил Федорович Романов. А в сознании, вообще-то, вот этом монархическом сознании русских людей, человек, который пострадал за правду, за них всегда вызывал такое сочувствие и поддержку. Но мы немножко отвлеклись с вами, а давайте вернемся. Галлический наш сын Боярский, который отчасти, видимо, был связан вот с этим заговором, вынужден был спасаться, бежать. Целый ряд таких перипетий. В конечном счете самое потрясающее. Он оказывается в чудовом монастыре. Это Кремлевский монастырь, знаменитый, Богоявленский монастырь. Там находится его дед, и он, так сказать, здесь нашел как бы убежище. Причем опять вот самозванцы – это тоже тип, который рождается в годы смуты, тип авантюриста. Они люди талантливые. Вот этот молодой человек, а он молодой человек, конечно, он был очень талантливым человеком, но его беда была, что талант соседствовал вот с этой бессовестностью, безнравственностью его. Он уже был, так сказать, отравлен, ну, может быть, не властью, но, по крайней мере, желанием, так сказать, обрести какую-то власть. И здесь он в чудовом монастыре обращает немало-немного на себя внимание целых ряд лиц духовного звания, и даже знаком с его ум, оказывается, выполняя какие-то функции секретаря. Вот, то есть это говорит о его такой и начитанности, и таком быстром смекалистом складе ума. И потом мы его увидим, так сказать, увидим, а он целый год будет царствовать почти, это все будет говорить в пользу того, что это был, конечно, человек больших способностей. Ну, так вот, но и здесь он, так сказать, не находит успокоения, потому что, вообще-то, видимо, ищейки Бориса Годунова продолжают это дело исследовать, искать, так сказать, тех, кто замешан в заговоре. И кончается тем, что он вынужден бежать на зарубеж, в Литву, в Речь Посполитую. И вот здесь, в Речь Посполитой, он оказывается, в конце концов, у магнатов вишневецких, да, и вот здесь, так сказать, у магнатов вишневецких, он впервые объявляет себя немало-немного, как царевичем Дмитрием, которого спасли от убийц Бориса Годунова, он вынужден долгое время скрываться, и вот, наконец, он открывается перед вишневецким. Ну, вот тут эпизод одной из картин Неврёва, известного художника, да, мы его знаем в основном по самой знаменитой картине, это Неравный брак, а вот здесь, на историческую тему, в этот период было очень модно, во второй половине XIX века, касаться истории России, истории смутного времени, и вот здесь, якобы, на исповеди чуть ли не умирающий Гришка Отрепьев, так сказать, признается. Обратите внимание, здесь и не православный стоит, а ксенс, значит, и вот Вишневецкий, так сказать, узнает о том, что в его доме скрывается не просто так, а царевич Дмитрий. Ну, на самом деле, конечно, вряд ли Вишневецкий в это поверил, но поскольку были острые противоречия с московским государством, мы просто эту ситуацию решили использовать польские магнаты, в данном случае Вишневецкие. Ну, обратите внимание, значит, что торпедирует, что использует в монархическом сознании наш самозванец, да, он природный государь, он единственный наследник, он, соответственно, богоданный государь, немало-немного. И Вишневецкий начинает раскручивать эту, так сказать, историю, в конечном счете его везут в Польшу, а в Польше в это время Сигизмуд Ваза, польский король, и организуют тайную встречу, тайную встречу с Сигизмудом Третьим, это все тайно происходит, потому что между Москвой и Польшей мир, перемирие точнее, и польские магнаты вообще-то далеко не все были сторонниками военных действий, открытия войны с московским государством, поэтому Сигизмунду, который решил тоже воспользоваться этой ситуацией, приходилось все скрывать. Сигизмунд почему активно начинает поддерживать Отрепьева? Не только потому, что есть и противоречия с московским государством, а еще потому, что Сигизмунд, он воспитанник везуитов, это такой польский король, который рассматривал будущую войну с московским государством как дальнейшее продолжение контрреформации, распространение на восток истинной католической веры. И видите, здесь немало-немного, рядом с Дмитрием Самозванцем стоит нунций, папский посол, который организует эту встречу, и здесь Сигизмунд дает обещание поддерживать и оказать финансовую помощь Гришке Отрепьев, а Гришка Отрепьев дает клятву, присягу королю Сигизмунду, а присяга немало-немного предполагала, во-первых, то, что часть территории московского государства, Смоленская земля, будет возвращена Речью Посполитой, а самое главное для Сигизмунда, вот этого ярого сторонника католической веры, наш Гришка Отрепьев обещает способствовать распространению на восток власти Папы Римского. И вот, получая эту поддержку, он нанимает войско, небольшое по количеству войско, несколько сотен вообще-то человек, к нему, к Гришке Отрепьеву присоединяется казачество, и в конце 10064 года начинается вторжение самозванства на территорию московского государства. Начинается вот эта темная история движения Лжедмитрия и борьба с Борисом Годуновым. Тут удивительная вещь происходит, опять же, в рамках вот этого самого функционирующего нанорхического сознания. Поскольку самозванец себя объявляет природным государем, родным сыном, последним сыном от Марии Ногой, природного, бесспорного, так сказать, Ивана Грозного, то Борис Годунов становится немало-немного, как царе-убийца, как человек, который взгромоздился, похитил истинный престол, престол Рюриковича, и он для народа становится ложным царем, он чужой, а Гришко-Отрепьев, наоборот, становится своим. Вот такая метаморфоза происходит. И когда мы видим движение вот этого небольшого войска, сплотившегося, объединившегося вокруг имени царевича Дмитрия, это войско вдруг начинает побеждать. Пути воздается, многие города открывают без боя ворота, выводят Борисова, Годунова, воевод, связанных, и выдают его Григорию Отрепьеву, царевичу Дмитрию. Почему такое происходит? А происходит это не потому, что побеждает воинская сила самозванства, а побеждает веру вот этого самого доброго царя. Откуда она появляется, эта странная вера? А вспомните, что начало XVII века у нас сопровождается не только вот этими резкими социальными конфликтами и недовольством, которые испытывает и правящий класс, желающий низвержения Бориса Годунова, и уже упомянутые народные массы, которые там помнят о том, что был Юрий в день, а теперь этот Юрий в день, то есть возможность уйти от плохого помещика, они лишились и так далее, и так далее. Но на это еще накладывается известный голод, да? Страшные трехлетние такое лихолетие, голод не урожает, у дожди и прочее, прочее. И это ведь как рассматривается в рамках монархического сознания? Как Бог наказал русских людей за то, что они избрали на престол Бориса Годунова, неприродного, ложного царя, царя, который покусился, поднял руку на сына Ивана Грозного. И вот это сыграло свою роль, и перед самозванством открываются ворота не потому, что он сильный, а потому что он ясное солнышко, он как бы богоданный царь. Вера вот в этого доброго, замечательного царя и побеждает войско Бориса Годунова. Правда, скорее всего, все-таки Борис Годунов, мобилизуя силой, в конце концов, наверное, все-таки преодолел бы вот эту веру в доброго царя и мог бы победить. Но здесь вмешался его величество случай. Борис Годунов в апреле от удара скончался. А его сын Федор Годунов, конечно, был слишком молодым человеком и не умел управлять, не имел опыта. И ситуацией просто воспользовались противники Бориса Годунова. Ну а поскольку кандидат на престол был, Гришко Отрепев, то его и поддерживают. И поддерживают как? В войско Бориса Годунова, получив известие о смерти царя, в конце концов, переходит на сторону самозванца. Вот, так сказать, ясное словно, что истинный государь пришел, вернул свой праотеческий престол, и теперь будет все нормально. Вот это сыграло свою роль. И в июне 605 года в Москву входит Гришко Отрепев, Дмитрий Иванович, венчается на царство и почти целый год празднует. Но здесь начинается то, что должно было начинаться неминуемо. Ведь когда он шел на Москву, он обещал всем все, что они просили. Крестьянам освобождение потенциальное, снижение налогов там и так далее, и так далее. При этом польскому королю отдать территорию, значит, представителям католицизма, так сказать, открыть, разрешить открыть костелы на территории Московского государства. Теперь надо было платить по счетам, а платить по счетам, это было равнозначно усидеть на нескольких стульях, что было невозможно. В результате против него возникает заговор, тем более, что знать, конечно, знает, кто такой Дмитрий Иванович, какое он на самом деле, его происхождение. И, как говорится, уже в мае 606 года уже Дмитрий был низвергнут в результате заговора, который организовал Василий Шивский. Но интересно следующее, ведь тут произошла свадьба Лжедмитрия, буквально приехало огромное польское посольство, и плюс гости с Мариной Мнишев. Более двух тысяч поляков приехали в Москву, которые стали вести себя, опять же, очень разгульно, свободно, оскорбляя москвичей, и Москва в этом плане кипела. Борей, самозванец, так сказать, себя вел тоже с точки зрения русских людей как истинный православный государь. И вот вокруг него образовывался такой вакуум. Но этот вакуум не надо переоценивать на самом деле. Когда Василий Шивский организовал вот этот заговор и мобилизовал где-то порядка двух сотен людей, втянутых в этот заговор, москвичей подымали против поляков не призывом, давайте не звернем самозванца, потому что он самозванец и так далее, а подымали колокольным звоном и криками, что в Кремле поляки Дмитрия Ивановича бьют. То есть вот это монархическое сознание все время присутствовало, надо защищать государя. И москвичи-то кинулись избивать вот этих польских гостей, приехавших на свадьбу. А в это время заговорщики ворвались в Кремль. И вот здесь известная картина «Последние минуты Дмитрия самозванства» Венинга. Значит, вот здесь один из приверженцев, это Басманов, Петр Басманов, сообщает ему о том, что подняли бунт, потом наш самозванец выскакивает с крыльца, к восставшим заговорщикам, размахивает саблей и говорит вообще-то следующее, он не был трусом на самом деле, он участвовал в боях там и так далее. Я вам не Борис, но, так сказать, под угрозой выстрелов, копии, которые на него направлены, вновь бежит во дворец. Вот здесь, так сказать, во дворце кричит Маринке Мнишек, значит, о том, что спасайся мое сердце. Марина Мнишек вообще спряталась от восставших под юбкой одной из своих фрейлин. А сам самозванец пытался по лесам, в это время дворец его, так сказать, ремонтировали, выбраться и выскочить, так сказать, и найти своих приверженцев, но перебегая по лесам, оступился, упал, и здесь его нашли стрельцы. Он их стал уговаривать, вообще-то, что, значит, защитите своего государя. Стрельцы начали колебаться, но тут подбежали заговорщики, и стрельцов вообще отпугнули, сказав, что если вы будете защищать, мы пойдем в Стрелецкие Слободы и будем ваших жен и детей бить. И стрельцы отступили. Ну, а заговорщики набросились на Лжедмитрия I и его убили. И вот кончилась все вот этой печальной историей. И, значит, его вылокали и положили на Красную площадь. И несколько дней тело самозванца вот здесь лежало, обнаженное. На его лицо одели скоромощью харю, маску. Вот здесь она на животе его лежит. Вот, кстати, сыграло это плохую роль для заговорщиков. Сейчас я два слова об этом скажу. Ну, а затем, так сказать, тело его похоронили, потом извлекли, сожгли, зарядили пепел в пушку и стреляли в сторону Польши, откуда он пришел. Видите, символические такие меры, потому что монархическое сознание, оно очень символично. И, так сказать, вот он превратился, а он немал, немного теперь, как чернокнижный, как вообще порождение, дьявольское теперь интерпретируется. Народное восприятие, так сказать, колеблется от обожествления до вот такой ситуации, когда он превращается вот в исчаде ада. Вот. Ну, я к чему веду? Вы посмотрите, обратно возвращаясь к этому механизму самозванства. Да? У нас, например, в скором времени появится новый самозванец, Жел Дмитрий Второй, Тушинский вор. А почему он мог появиться? Ну, во-первых, потому что вообще-то в лицо государя все равно мало кто знает. И вот эта техническая, как бы, ситуация Средневековья вообще способствовала появлению самозванца. Почему я говорю, что важно не правда, а правдоподобие. Вот государь, так сказать, он должен быть таким, но вот точно его фотографии и прочее, прочее, это невозможно. Поэтому вот в наше время, так сказать, с самозванством несколько сложно. Ну, а потом еще почему появляется Жел Дмитрий? Они сами закрыли его лицо. И когда, так сказать, москвичи подходили, чтобы убедиться, что самозванца нет, так сказать, что с ним все покончено, они не видели его лицо. И когда появится Тушинский вор, его вновь начнут воспринимать некоторые, как истинный законный природный государь, который в очередной раз чудесным образом избежал смерти. И теперь посмотрите, вот народная оболочка бунта становится самозванством. И в последующем, поскольку опробировали вот этот механизм, по-разному, так сказать, подрывая вот эти три главных устоя монархического сознания, типа того, что он ложный и не принадлежит династии, типа того, что он не угоден Богу и не Бога данный, или типа тому, что он, этот государь, вообще-то, как бы, злой и нехороший государь, вот этот механизм в последующем начинает работать. И без самозванцев уже обойтись не могут. Идет Степан Разин, ну да, Степан Разин себя за государя какого-то выдать не мог. Он все-таки был достаточно известен, как атаман. Но у него, у Степана Разина, на черной ладье плывет самозванец, якобы, Никон Патриарх. А Никон Патриарх как бы символ того, что он пострадал от бояр. И все обиженные теперь стекаются под руку атамана Стеньки Разина. А на другой ладье, красной ладье, красным сукном, так сказать, украшенной, плывет царевич Алексей Алексеевич, который убежал от злых бояр и теперь вместе с Разином и Никоном плывет к государю своему отцу Алексею Михайловичу для его освобождения. Хотя Алексей Алексеевич к этому времени, это наследник Алексея Михайловича, он уже скончался. Но еще раз, важно не правда, а правдоподобие. А потом открутите еще вперед на сто лет, точнее, дальше прокрутите хронологию. И помните, у нас Емелька Пугачев выдает себя за Петра Третьего. И как он воспринимается в этом плане? Петр Третий освобождает сначала дворянство, манифест о вольности дворянства, а потом захотел освободить и готовит манифест о вольности крестьянства от крепостного права. Но злые и нехорошие дворяне во главе с его супругой Екатериной устроили заговоры и в результате Петр Федорович вынужден был бежать и скрываться десять лет среди народа. И вот теперь он явился для того, чтобы освободить и воплотить свое чувство правды и свое право быть носителем этой правды и справедливости. Явился и объявил себя императором и идет завоевывать законы престолов. Так что вот этот механизм самозванства отработанный впервые на смутном времени в смутной лихолетии вот преследует так сказать пронизывает нашу историю. Вообще считается что в нашей истории более двухсот самозванцев было. Больше конечно большая часть этих людей это были люди не всегда ну мягко выражаясь адекватные и психически нормальные. но еще раз так сказать это становится такой знаете традицией русской истории вплоть ткани русской истории проникают самыми своеобразными разнообразными методами. Самозванство например это революционеры которые меняют свое имя и берут псевдонимы. Ведь с точки зрения как бы православного монархического сознания прежде всего конечно православного ведь это вообще-то великий грех они оказываются от своего крещения полученного имени и так сказать берут вот эти самые разнообразные вот эти клички так сказать подпольные отсюда так сказать бесы Достоевского там и так далее и так далее так что вот феномен нашей истории какие из вороты порождают в данном случае феномен самозванства. Все спасибо Спасибо.